Друзья, сзади меня находится Успенский собор, как его люди называют. Здесь очень много туристов, на экскурсию приезжают люди. Я еле собрался на эту гору, запыхался. У меня в одной руке пакет, в другой телефон. Такой вот памятник, друзья, на мой взгляд, творение, шедевр архитектуры. Друзья, вот такой вот черный кот перебежал мне дорогу. Давайте почитаем, здесь написано, что-то не видно совсем, почти ничего. Детушка Ленин, такой вот он большой, важный, великий вождь. Друзья, такая вот красота, посмотрите, моими глазами. Памятник. Я его чуть ли не пропустил, видите, как все-таки Богу, видимо, угодно, чтобы я поснимал для вас его. Я не местная, я же здесь жив, где-то не могу сказать. Не можете, да? Ну, правильно будет Успенский собор, да? Не знаю, не могу сказать правильно. Как он назван? Музей-заповедник Дмитровский Кремль. Точно, значит, не зря говорили. Музей открыт с 10 до 17 часов, выходной понедельник, вторник. Мне уже пояснил один молодой человек, то, что это называется Дмитровский Кремль. Давайте почитаем, что здесь написано. Священному ученику Серафиму и епископу Дмитровскому. Дорожка красиво выложенная. Такая вот аллея или как ее назвать, не знаю. Пишите в комментариях. Колокольня. Что-то играли немного, и все. Давайте попробую приблизить. Вот, думаю, всем видно. Словно живые что-то хотят нам с вами. Рассказать мне не могут. Такой, кстати, фонарь, я здесь заметил. Вернее, фонари. Выручные работы, прям такие, как 18-й, наверное, век. Давайте почитаем, что на камне написано. Интересно. У меня вот эти вороты, как в древних фильмах. Их закрывали, и вражиство не могло войти в город. Вот, также, наверное, здесь. Купец. Его жена. Очень интересно. Где же он часы? А нет, наверное, раньше такую тапокерку клали деньги. Ну, приятно быть звездой ютуба. Ха-ха-ха. Кот. Смотрите, какой кот. Прям как живой, друзья. А если его погладить, за ухом почесать. Мяу. Такая вот девушка серьезная стоит. Такое платье все-таки раньше красиво. Красиво умели люди одеваться. Такой вот памятник. Блокатный у него Ленинград. Блокатником Ленинграда. Приезжайте, сделайте селфи. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставить лайки, комментарии. Друзья, приезжайте сюда и вспоминайте детство на этих замечательных качелях. Привет, друзья, а также мимо проходящие люди, которые включили этот видос, этот видеоролик и смотрят меня в данный момент. Что вам сказать такого хорошего? Плохого, наверное, сегодня я ничего вам не буду говорить. Нахожусь я в городе Дмитров. Сзади меня, если вы можете наблюдать, если вы внимательный человек, вы увидите торговый центр Дмитров. Также памятники некоторые. Это все я на площади города Дмитрово нахожусь. Сзади меня памятник Юрию Долгорукому. Сейчас мы к нему подойдем поближе. Его более внимательно рассмотрим. У меня спросите, почему я медицинской маски. Еще я называю ее намордником. Потому что в стране сейчас, но не только в стране, по всему миру, а также в России, где я сейчас нахожусь, коронавирус. Эта зараза медленно ползет, ползет по всему миру. Но, слава Богу, она уже проходит. Кстати, если мы про Бога начали, вот сзади меня храм. Я не знаю, видно вам или нет. Довольно-таки красивый, с золотыми куполами. Его мы тоже поближе посмотрим. Так вот, на чем остановились. На том, что этот вирус уже более-менее снимают карантин. Он проходит. Поэтому все-таки я решил не рисковать сегодня. Поскольку он до конца не прошел, я решил маску не снимать. Да не только я. Здесь очень много людей, кто ходит в маске, которую я вызываю намордник. Поскольку у меня проблемы с носом, мне тяжело дышать. И в маске вообще задыхаюсь. Но попробую как-то пробежаться и вам что-то показать, рассказать. Более внимательно, друзья, рассмотрим этот город прекрасный, который называется Дмитров. На мой взгляд он очень прекрасный. Здесь много чего интересного. Можно посмотреть. И довольно-таки живописный, красивый, живописный город. Давайте пойдемте, вернее, пойдемте гулять. И посмотрим, что здесь есть интересного. В этом замечательном, на мой взгляд, городе. У меня пакет в руке. В левый, а вправо я селкую палку держу. Поэтому я не могу стекулировать. Может видео более живое получилось. Если бы я как рэпер махал руками. А более динамичное, скажем так. Но сегодня вот не судьба. Как вы можете наблюдать, зади меня находится памятник Юрию Долгорукому. Давайте его поближе посмотрим, рассмотрим. Вот такой вот памятник, друзья. На мой взгляд, творение, шедевр архитектуры. Давайте поближе подойдем и его рассмотрим. Друзья, вот я взял такой вот ракурс. Думаю, всем видно. Вот эта вот безумная красота. Юрий Долгоруков. Почему Долгоруков? Потому что, видимо, у него руки длинные были. Но вот на памятнике видно, как он своей мощной длинной рукой, мужской, куда-то показывает. Или что-то пытается сказать нам с вами. Вот такая вот здесь табличка. Давайте почитаем. Здесь написано. Что-то не видно совсем почти ничего. Выцвела она вся. Но думаю, кому надо, тут увеличить. Вернее, поставить на паузу и как-то, не знаю, там сделать скриншот. Потом с яркостью поиграется и прочитает. Я в данный момент ничего не вижу толком. Поэтому давайте просто посмотрим, как он выглядит этот. Хотел сказать Илья Мурумбец. Нет. Юрий Долгоруков. Такой вот с бронзой. Мужик такой большой. А сзади золотые купола, как у Михаила Круга. Здесь такая песня замечательная, всем известная. Золотые купола. Вот так же и здесь, как у Миши в песне, сзади мы можем наблюдать храм, церковь, храм. Не знаю, что это такое. Потом поближе подойдем и посмотрим, ознакомимся. Я вот так вот он блюдет со всех сторон. Уземняюсь, если я местами плохой оператор. Просто селфи-палка. Как-то уже поднадоело. И руки устают ее держать. Надо купить какую-нибудь приблуду более современную. Есть такая приблуда. Стабилизатор, по-моему, так называется. Чтобы когда устают руки, он балансирует и кадр не трясется. Картинка в кадре, вернее, не трясется. Сзади вы можете наблюдать памятника. Вернее, спереди памятника туда Дмитров. Торговый дом, я так понимаю, Дмитров. Вот тут вокзал. Наверное, очень близко. Ой, наверное, очень быстро. Давайте помедленнее вот так вот покрутим камеру. Что-то едет к нам, приближается. Трактора, машина. Друзья, сзади меня находится Успенский собор. Как его люди называют. Здесь очень много туристов. На экскурсию приезжают люди. Давайте поближе подойдем. Может быть, кого-то из местных спросим, как правильно. И что здесь называется и находится. Потому что я здесь впервые. Вернее, снимаю впервые. А так я в своей жизни здесь третий раз. И то проездом был. Поэтому мне довольно-таки сложно вам давать все это более красиво завести. Друзья, ну вот мы и подходим к этому месту. К святому месту. Это Успенский собор. Вот так вот здесь вокруг. Довольно-таки живописно. Теперь это мое любимое слово. Живописно. Так. На улице дождик маленький. Моросит. Если бы успели заметить. Наверное, капли тоже на стекло камеры падают. Давайте подойдем поближе. И более близко рассмотрим это место. Святое место. Пусто не бывает, как говорится. Может быть кого-то из местных жителей встретим. И нам расскажут более подробно. Так вот возьмем камеру. У меня салфи-палка. Более подробно. Что здесь и как. Что здесь и где находится, вернее. Здесь тропинка такая. Он сам собор. И какое-то здание. Пристройка. Успенский собор. Ну если вам не сложно конечно. Я не местная. Я же здесь жительница. Очень не могу сказать. Не можете, да? Ну правильно будет Успенский собор, да? Не знаю. Не могу сказать правильно. Как он назван. В честь. Ну как же как. А про площадь вы говорили? Пощадь. Я ничего говорила. С вами женщина другая разговаривала. Угу. Вот хорошо. Извините. Друзья. Играют колокола. Можете увидеть. Вместе со мной это чудо. Колокольня. Что-то играли немного. Не все. Давайте попробую приблизить. Вот. Думаю всем видно. Часы такие. Друзья. Это торговый дом Дмитров. Думаю всем видно. Какая-то палатка. Видимо здесь сцена. Памятник Юрию Долгорукому. Мы его уже с вами рассмотрели немного. Там вдали. Потом поближе подойдем. Будет памятник товарищу Ленину. Здесь молодежь гуляет. Зонтиками. Это парк. Более плавненько. Хотел сказать в онлайн режиме. Хотя для вас это наверное как онлайн режим и есть. Потому что я это снимаю. И вам показываю. Это фонтан. Он находится среди площади. Как вы можете наблюдать. Сейчас 2 июня. Воды в нем нет. Там далеке стоит товарищ Ленин. Памятник. Давайте поближе его рассмотрим. Вот собственно говоря мы с вами и подошли. к товарищу Ленину. Памятник. Давайте поближе его рассмотрим. Так может быть какая-то табличка есть с надписью. Давайте как нибудь где нибудь найдем если есть. Нет к сожалению здесь никаких надписей. Таблички не имеется. Думаю всем и так понятно. Что это наш с вами дедушка Ленин. Такой вот он большой. Важный. Великий. Вождь. Нашей страны. Когда-то был вождем. В принципе. Ну и сейчас ваш памятник стоит. В какой-то степени он. Тоже вождь. Как живой да. Вы можете наблюдать. А на улице дождик моросит. Вот как могу вам показываю. Важный товарищ Ленин. Так вот он стоит даже в дождь. Ему нипочем. Все нипочем. Я вот такой вот памятник Юрию Долгорукому. Сзади Успенский собор. Ну а рядышком красуется сцена. Здесь видимо праздники, какие-то концерты важные. Музыканты личности приезжают. И проводят. Организуют здесь праздники. Вот торговый дом Дмитров. Тоже видите да. Надпись. Друзья. Я вам всем советую приехать сюда. В это замечательное место. Город Дмитров. И погулять. Просто поделать фотоснимки. Снимать видео. Очень красивое место. Ну необычное скажем так. Много памятников. Архитектуры. Интересные. Друзья. Как мы можем наблюдать. Сюда довольно таки много людей заходит. Молодежи даже. Мне уже пояснил. Один молодой человек. то что это называется. Дмитровский. Дмитровский Кремль. Вот. Дмитровский Кремль. Это правильно называется. Или Успенский собор. Много разных версий. Такими люди. Выдвигают. Такой кстати фонарь. Я здесь заметил. Вернее фонари. Ручные работы. Прям такие. Как. Восемнадцатый. Наверное. Век. Такой вот. Интересно. Как они ночью. Когда зажигаются. Наверное. Очень. Красиво. Такая вот здесь дорожка. Из камней. И кстати. Начинают играть колокола. Так давайте еще раз этот фонарь. Посмотрим. И вот. Как можете наблюдать. Колокольня вам уже показывала. Друзья. Совсем недавно дождик прошел. Давайте прогуляемся по этой мокрой дорожке. Из камней. Аллейка такая. Здесь этот фонарь. Вот он. Как будто знаете. Я окунулся в прошлое. Глядь на двести назад. Надеюсь вы со мной тоже. Такой вот. Фонарь. Вот дорожка. Красиво выложенная. Красиво выложенная. Такая вот. Аллея. Или как ее назвать. Не знаю. Пишите в комментариях. Как правильно будет обозвать. Вот эту всю дивную красоту. У меня листьями прямо в лицо. Ветками. Умыли меня ветки. Скажут. Открой глаза. Посмотри какая здесь красота. Ума. 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 Да. Я. Я. Как будто во сне. Или проснулся. Где то в райском. Месте. Здесь правда очень красиво. Сейчас 2 июня Второй день лета Вот я решил выбраться Вернее выбрался На выходных Я на вахте вам уже говорил Выбрался в этот город И решил поснимать Надеюсь удачно Поснимаю Видите у меня пакет в руке Мне мешает немного проводить съемку Но его девать мне некуда Здесь камер хранения нет Поэтому давайте уже С этим смиримся Вернее мне придется с этим смириться Друзья как можете наблюдать Вместе со мной Моими глазами Здесь довольно таки много хвойных растений Или как правильно Я не знаю их обозвать Пишите в комментариях Такие вот папоротники Я немного замерз Меня немножко знаменит Я стараюсь Держать Поскольку надо поснимать Более-менее нормально Для вас Мои дорогие друзья Подписчики Или просто зрители Которые случайно Наткнулись на этот видеоролик И решили вместе со мной Побывать в этом прекрасном Замечательном городе Вот такой вот Скверик И кремль Метровский кремль Друзья Такая вот красота Посмотрите Моими глазами Ветер думаю Слышно Как Шум Шум Как шумит Микрофон Вонит вернее В видеокамере В телефоне в моем Потому что Здесь ветерок Но Как говорится Хорошо что не сильный И более-менее надеюсь Меня отчетливо слышно Такая вот красота Друзья Друзья Вот и колокол Который Звонит Звонит Но мне кажется Что это аудиозапись Здесь стоит Где часы Потому что Только что он Прозванивал Но Не было звука Друзья Пойдемте Почитаем Что там написано Может быть Какая-то информация Есть Потому что Из местных Сорожил Я никого не вижу Кто бы мне смог Подсказать Я попробую Еще потом Попозже Поснимать Об этом Об этом Городе А Дмитрове Но уже Я найму Экскурсовода Вернее Договорюсь Может быть Даже за оплату За какую-то Чтобы мне Человек Более подробно Конкретно Все рассказал Небесные Защитники Воинства Что такое Выставка Здесь даже Музей Есть Мне кстати Сказали Есть музей Надо зайти Посмотреть Что там Интересного Есть Друзья Здесь есть Памятник Не знаю Как правильно Опять же Пишите в комментариях Как Неровно Неровно Камера Прызет И Сюда Я иду Здесь камушки И Камера Трясется А может Из-за того Что я замерз Немного Все равно Я сюда Вернусь Для вас Теплый Денек Поснимаю А пока Что Пока Что Вот так Думаю Вы За это Не особо Будете Злы Так Давайте Почитаем Что здесь Написано Священному Мученику Серафиму И Епископу Дмитровскому Вот Сначала Подумал Серафим Саровский Наверное Нет Пишите в Комментариях Как вы Читаете Правильно Будет Вот Такой Вот Священник Мученик Священному Мученик Очень Красиво Бутон Живой Тоже Табличка Табличка На ней Почти Ничего Не видно Друзья Давайте Почитаем Что написано На этой Табличке Памятник Священному Мученику Серафиму Памятник Священному Мученику Серафиму Звездинскому Епископу Дмитровскому В 1920 1922 Года Жил У Дмитрова И вел Службы В Успенском Соборе Я думаю Вам И так все Понятно Дальше Я читать Не буду Это будет Очень долго Какой еще раз Давайте Посмотрим Памятник Очень красивый На мой взгляд Друзья Вот такая Дорожка Такой вот Памятник Думаю Вам Всем видно Девушка Какая-то Зонтиком Едет Хотя Дождик Уже Закончился Немножко Капает Такая Вот Красота Думаю Думаю Друзья Играют Колокола И опять Немножко Сохрем А хотя Нет Мы с вами Нам посчастливилось Послушать Послушаем Как они Играют Друзья Ну вот Мы на территории Собора Собора Друзья Опять же Дорожка Такая Неровная Это наверное Тюльпаны Безумно красивые Цветы На мой взгляд Может кому-то Не нравятся И даже Срывать Жалко Такие как Маки Тюльпаны Собор Тюльпаны Парк Еще один Памятник Давайте поближе Подойдем И посмотрим Что это за памятник Друзья Я решил Снять маску Чтобы было Более Четко Меня слышно Разборчиво В маске Наверное Вообще Ничего не было Слышно Здесь людей Нету Почти Поэтому думаю Это не Противозаконно Табличка Извините А он не местный Житель Нет? А не Можете Что-нибудь Рассказать Вкратце Что-то Рассказать Об этом не Люди Не знают Храм Можно у меня Сфоткить И мы Видеем А Да Конечно Вот еще Один Шедевр Архитектуры Такой Вот Два Старта Такие Вернее Вы Спросите Какие Несловно Живые Что-то Хотят Нам с вами Рассказать Не могут Поскольку Они Из Бронзы У одного В обруке Какая-то Книга Или Шкатулка Наверное Это Библия Все-таки Книга У Другого Такой Вот Колст Свиток Свиток Да Правильно Будет Свиток Давайте Рассмотрим Более Подробно Очень Очень Красиво Друзья Как Красиво Безумно Красиво Почему-то Мне кажется Что Они Живые Когда-то Все-таки Они Были Живые Давайте Почитаем Здесь Тоже Есть Памятка Памятник Святым Кириллу Мефодию Вот Памятник Кириллу Мефодию Святым Равно Апостольным Греческим Христианским Посвятителем И создателем Славянской Азбуки Открыт 26 мая 2004 Года Авторы Давайте Авторах Упомянем Видеоролики Мои Скульптор А.Ю Рукавишников Архитектор Р.В. Нарский Очень интересно Приезжайте Сами Посмотрите Своими глазами Вы можете Моими Так же Посмотреть Не выходя Из дома Но Наверное Было бы Интереснее Приехать И самим Посмотреть На все Это чудо Все Таки Россия Наша Необъятная Страна Как говорят Есть такая Пословица Россия Необъятная Все таки Это в точку Поскольку Очень много Мест красивых Я даже Не думал Что Есть такие Места Теперь Вы со мной Знаете Что есть Такие места Красивые Давайте Дальше С вами Пойдем Проведем Вернее Я проведу Вам эту Экскурсию Пока что Один Надеюсь В дальнейшем Я еще сниму ролик Друзья Вот такой Вот парк Думаю Всем обидно Как и мне Здесь люди Сидят Отдыхают На лавочках Гуляют Молодежь Гуляет Друзья Парк Думаю Всем видно Как и мне Всю эту красоту Друзья Парк Парк В трене В фильмах Да Их закрывали И Вражеского Не могло Войти В город Также Наверное Здесь Это Или Какой-то Выход Ну С какой-то Сторон Это Выход Очень Оригинально На мой Вернее Интересно Это С древних Времен С древних Или Это Просто Так Сделали Для Декорации Но Все равно Очень Интересно Исполнение Девушки Девушки Молодые Смеют Схихикают Очень Мило Такое Вот Здесь Болотце Или Озеро Больше На Болото Похоже Болото Такое Шрайка Здесь Наверное Не Живет Лебедей Не Видно Тоже Луток Тоже Не Видно Так Камень Давайте Почитаем Что На Камне Написано Интересно Давайте Я Вам Почитаю А Тут На Латыни Люди А Я Латынь Не Знаю Я Думаю Кто Знает Переведет Что Здесь Написано И Подкова Почему Она Расколзая Кто Понимает Пишите В комментариях Или Знает Историю Этого Места Этого Камня И Подкова Пишите В комментариях Думаю Город Все Так Дождик Начинается Моросит Наверное Это Выход В Город И Вот Ворота Кстати Друзья Здесь Есть Тропинка Наверное Смешно Выгляжу В кадре Вот С этой Штукой С этой Маской С Ошейником Теперь Ненаморником Давайте По этой Тропинке Поднимемся Вот Эта Тропиночка Наверх Поснимаем Сверху Обзор Весь На Город Весь Вид Ну Не на Город На Площадь Где Мы Были С вами Где Памятник Юрию Долгорукому Где Немножко Ленин Старый Стоит Давайте Поднимемся И Поснимаем Уже Оттуда Потому Что Я Заметил Сразу Этот Холм Или Гора Как Обозвать Как правильно Будет Опять же Пишите В комментариях Обязательно Ставьте Лайки Можете Дизлайки Ставить Подписывайтесь На мой Канал А канал Называется Жека Советуйте Его Друзьям Чтоб Побольше Людей Могли Увидеть Всю Эту Красоту Так Ну вот Мы с вами Поднялись Я Поднялись Я Немного Запыхался Вот Но Думаю Это Не так Страшно А это Того Стоит То Что я Делаю Сейчас Это Стоит Того Чтобы Запыхаться Немного Ну Вот Такой Вот Вид Нам с вами Открывается Нашим Глазам Пойдемте Дальше Видите Какая Дорожка Не короткая И протоптанная Она Видимо Здесь люди Частенько Так ходят И снимают Отсюда Все Происходящее Себя Фотографии Видео Я думаю Я здесь Такой Не один Блогер Который Побывал И поснимал А если Один То Первооткрывач Вернее Это Очень круто Что Именно Я Здесь Побывал И Чего-то Для вас Поснимал Две Таблички Не было Значит Сюда Можно Наверное Залазить Ходить Так Ну Как Говорю Игра Свои Все Думаю Меня Не заберут Никуда Прохранить Себе Полицию Если Не принимать Я сам Иногда Нашу Полицию До конца Не принимаю Но Думаю Ничего страшного Я не делаю Ничего Какого Законного Какой Вот Вид Смотритесь Друзья Как Красиво Очень Красиво Друзья Друзья Знали бы Вот Какой Здесь Воздух На самом Деле В Городе Я Нахожусь Сюда Только Зелень Что Вот Читый Такая Вот Красота Друзья Дмитрий Торговый Дом И Площадь Давайте Сверху Я Поснимаю Площадь Чтобы Более 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 На ладошке Было Тебе Такая Вот Друзья Площадь Вон Юрий Долгорукий Привет Юрий Долгорукий Дедушка Ленин Тоже Стоит В одиночестве Нет Они Вот Протно Против Друг Друга Обмениваются Приветами Всех Поднятые Руки Типа Привет Я вам Говорю Привет Друзья Подписчики И просто Мимо Проходящие Люди Такой Вот Вид Открывается Нам С вами Такой Вот Друзья Площадь Пойдемте Обратно Друзья Такая Вот Размытая Дорога Я Иду Чтобы не упасть Здесь Прям Как Трещина Посреди Планеты Земля Как Раскол Такой Видимо Вода Ручей Намыл Попойдемте Дальше Вниз Спускаться Будем Бежали Вниз Главное Нам С вами Упасть Здесь Лавочки Друзья Еще Раз Вам Покажу Такая Норожка Нет Не красная Норожка Лавочка Намного Интереснее На мой взгляд Круче Мое Любимое Слово Идзекул Идзекул Вот Правильно Идзекул Норожка Идзекул Наверное Очень Много Людей По ней Ходило И ходит И будет Ходить Когда уже Нас с вами Не будет Люди Будут Сюда Приезжать И любоваться Все этой красотой Как мы С вами В данный Момент Сейчас Сегодня Здесь Любуемся Все этой красотой Я Мы с вами На заднем Говоре Успенского Собора Или Дмитровский Кремль Правильно Пишите В комментариях Здесь Сирень Цветет Сейчас Второе Июня Она Уже Заканчивает Своё Цветение Но Все таки Нас радовать С вами Будет Может быть Недельку Или две Своими Цветами Бутонами Давайте Подойдем Поближе И посмотрим Что Это За Памятник Я Чуть Я его Чуть ли Не пропустил Видите Как Все таки Богу Видимо Угодно Чтобы Я Поснимал Для вас Его Написано У нас Давайте Почитаем Со Святыми Упакую Душу Усопших Твоих На месте Погребенных Имена И Латынь Пишите В комментариях Может Это Не Латынь Полу Латынь Я Не Очень В Этому Соображаю Ученой Степени Не Поэтому Не Не Настолько Начитан Человек Поэтому Пишите Друзья Пишите В комментариях Как Правильно Это Все Перевести Прочитать Вот Так Это Все Выглядит Делаем Скрин И Читаем Или Сожмем На Паузу Ну А Здесь Яблони Наверное Да Похоже На Яблони Яблони Высад Безумно Красиво Там Сиренка Думаю Всем Видно Ну Еще И Дождик Конечно При Даче Здесь Симпатичненько Друзья Ну Вот Я Случайно Наткнулся На Вот Это Вот Как Назвать Обозвать Афиша Или Табличка Музей Заповедник Дмитровский Кремль Точно Значит Не зря Говорили Музей Открыт С 10 До 17 Часов Выходной Понедельник Вторник Здесь Здесь Красиво Важно Главное Ваше Внимание Важно Для Меня Важно Вашем Внимание Подписывайтесь На Канал Жека Не Забывайте Рассказывать Друзьям Что Есть Такой Жека Есть Такой Канал Может Им Станет Интересно Друзья А вот И Заработал Фонтан Как Вы Можете наблюдать Прям Как По Моей Просьбе Моей Молитве Бого Я Услышал Я Приехал Поснимать Это Замечательное Место И Водичка Пошла Поделать Такой Фонтан Друзья Если Вы Не Верите То Что Именно Сегодня Прям Водичка Вот Вы Можете Наблюдать Ради Меня Заработал Фонтан Вот Я Вам Покажу Все Панораму Надеюсь За мной Видно Поэтому Приезжайте Куда Не знаю Можно Менкупация Или Нет Прибаваться Друзья Хочу Вам Показать Еще Один Парк Который Сзади Находится Сзади Площади Позади Меня Верни Площадь Вот Позади Меня Площадь Где Мы С Вами Проводили Съемку Здесь Есть Замечательный Замечательный Афиш Кстати Афиш Тоже Замечательный Но Есть Замечательный Парк Аллея Такая Аллея Даже Замечательная Аллея Мы Так Обзовем Здесь Магазины Через Дорогу Тоже Симпатично Сделано Все Такой Парапет А на нем Прохожие Люди И Магазины Кафешки Все Что Душе Угодно Выбор Привеликий Так Теперь Мы Идем Качелям Кстати Народ Тут Есть Качели Очень Интересные Можно На них Кстати Даже Нужные Вон Куда Уже Их Занял Давайте Посмотрим Быстрей Быстрей Пока Не Ушли Что Там Катается Такие Качели На них Катаются Молодежь Довольно Так Интересно Интересно Задорно Забавно Девушки Милюки Катаются Для таких Качели Довольно Такие Прикольные Можно Даже Прокатиться На них Девушки 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 Можно Вспомнить Детство И Прокатиться На этих Качелях Друзья Приезжайте Сюда И Вспоминайте Детство На этих Замечательных Качелях А мне Пора Бежать Дальше И Показывать Вам Дмитров Друзья Мы Подходим К Еще Одной Площадке Качели Остались Позади Нас Здесь Куда ни Шаги Везде Скульптуры Всякие Интересные Памятники Скульптуры Есть Есть На что Посмотреть Не Только На людей В масках Против Коронавируса От Коронавируса Вернее А Еще И На Интересные Памятники Так Ну Это Не Памятник А Что-то Наверное Другое А Может И Памятник Давайте Посмотрим Но Все равно Очень Интересно Смотрите Прям Как Настоящие Очень Интересно Давайте Почитаем Друзья Давайте Почитаем Ансамбль Скульптур Дмитровчан Разных Сословий Горожане Короче Горожане Разных Сословий Скульптурный Комплекс Горожане Скульптуры Изображающие Типичные Жители Нашего Города Восемнадцатый Девятнадцатый Вет Композиция Состоит Из Одиночных Скульптур Огородница И Учительница Странник И Двухпарных Купец Скупчихой И дворяне Так Ну Их пока Я не вижу Надо Посмотреть Вон Они стоят Пойдемте Посмотрим Какие там Дворяне Купец Скупчихой Так Вишневый Сад Кафе Интересное Название Вот такие Скульптуры Теперь я знаю Как их называть Это Наверное Купец Его Жена Очень Интересно Держит Он Часы А нет Наверное Раньше Такую Табакерку Клали Деньги Вместо Кошелька Использовали А в другой Руке У него Кейс Такой Вот Сундук Очень Интересный Да Неужели Раньше Сундуки Носили Он же Тяжеленный Ну В принципе Раньше Люди Были Намного Статнее Чем Сейчас Здоровее Не Курили Не Пили И Коронавирусом Не Болели Такие Вот Интересные Скульптуры Гуляют Люди Друзья Мы Подходим К другой Скульптуре Я даже Так Ее Наверное Повоялся Обозвать А вдруг По лицу Получу Такая Вот Девушка Серьезная Стоит Такое Платье Все-таки Раньше Красиво Красиво Умели Люди Одеваться А Со Вкусом И Очень Интересно Что-то У нее В руке Наверное Это У нее Какие-то Тетради Или Книги И И И И Давайте Читаем Совершенно Случайно Увидел То Что Вот Скульптурная Группа Дизайн Городские Жители Учительницы Гимназии На Я же вам Говорю Тетрадки Наверное Дневники Двушников Когда Когда С моими Дневниками Также Ходила Учительница Правда Не Павловская Так Друзья А Это У нас Наверное Странник Интересный Интересный Жучок Железный Он Подписан Ничего не написано А что вы Хотели Я не местный Извините Здесь Не проживаю И не знаю Я На Экскурсии Для Ютуб Канала Снимаю А вы Не знаете Про Храм Ничего Ничего Вы Рассказать Не можете Ничего Хорошего Сказать Не могу Сколько Просто Я Людей Обошел Никто Мне Ничего Сказать Не может Все Не местные Все Туристы Все Приехали Смотреть Наверное Мне придется Экспедитора Просить Платить Деньги Чтобы Мне Рассказали Показали Более Подробно Там Закрыто Все Коронавирус Карантин А Да Сейчас Еще Но Тут Парадный Ход Он Открытый Да Я Был Там Был Спасибо Большое Я Живу В Яхране У Детей И Наш Город Есть Построен С Классного Трпича Я его Так И Называю Можете Подписчикам Сказать Что Город Красивый Что Приезжали Я Может Тоже Приеду Яхрама Называется Город Яхрама Это Недалеко Отсюда Он Построен Только Из Красного Крепича Я Всегда Говорю Что Пойдемте На Красную Площадь А Вас Как Зовут Извините Меня Евгений Очень Приятно Я Я Я Я Я Я Я Вообще С Воронежа Приятно Я Взаимно Быть Звездой Ютуба Спасибо Вам Большое Серьезно Редактор Местная Друзья Такая Вот Девушка Такой Вот Памятник Или Что Это Скульптура Скульптура Мы Чуть Не Забыли Это Скульптура Тоже На мой Взгляд Интересная Но Конечно Та Девушка Мне Больше Понравилась А Более Интересная Но Это Тоже Ничего Доволит Это Наверное Крестьянка А Та Более Из богатого Сословия У нее Платье Конечно Было Поинтереснее Хотя Хотя Корзина Вот Даже Кот Смотрите Какой Кот Врем Как Живой Друзья Они Сли Поглавить За ухом Почесать Мяу Не Ухнет За шею Почесать Холст Трубой Друзья Еще Вот Такое Интересное Кафе Здесь Есть Такая Архитектура С балкончиком Прям Выйти И Насладиться Девушка Все уже Видели Не Мешает Обзор Вот Эта Гора Наверное Если бы я был Владельцем Этого Кафе Вот Этого Я думаю Замечательного Я бы Наверное Трактором Сравнял Чтобы Открылся Вид Ну Вид Закрыт Видимо Открыт Но Не для Всех Пойдемте Дальше Кстати Забыл Такая Вот Интересная Детская Площадка Для детей Друзья Вот Такой Черный Кот Перебежал Мне Дорогу Все Видят Да А может Быть Не Перебежал Если бы Я шел Вот Сюда А Я Иду Сюда Хотя Кто Его Знает Он Подлец Взял И Перебежал И Убежал Как-то Это Неправильно На самом Деле Я Еле Добрался На Эту Гору Запыхался У меня В одной Руке Пакет В другой Телефон Вот Такой Вот Вид Храма Не знаю А лучше Снимал Или Хуже Но Здесь Я тоже Хотел Поснимать Если Наверное Наверное Залезть Еще Будет Интереснее На ту Гору Или На холм На тот Холм Но Я Что-то Лазить Не Хочу Наверное Друзья Вот Я Подхожу Уже К вокзальной Площади И Случайно Увидел Ходил Ходил Здесь Вокруг Довол И Что-то Так И не Напкнулся Вернее Наверное Не получилось Попасть Именно На это Место Не Увидел Такой Вот Памятник Блокадный В нем Ленинград Блокадником Ленинграда Такая Вот Голограмма Или как ее назвать Опять же Пишите в комментариях Если где-то делаю ошибки Я не такой умный Как могу показаться На первый взгляд Поэтому Меня исправляем Пишем под видео Что я неправильно Сказал Вкусником Фашистских Лагерей Поезжая часть Ездят Автобусы Не очень хорошо Все видно Мой дедушка Мой дедушка Тоже Прадедушка Вернее Прошел Там с лагеря И так же Воевал И так же Дедушка Военные годы Тоже Ростал Поэтому И бабушки Тоже Поэтому Почтим Память Жалко У меня Нет цветов Чтобы Возложить Вот Вечный огонь У Кремля Есть свой Вечный огонь Так же И здесь Дмитровский Кремль Наверное Почему он так и называется Есть Вечный огонь Павшим за родину 1941-1945 Пятый Солдат Дмитровский Вечный огонь Наверное Такого Вы Мало Где Увидите Вот Эта Стена С именами Всех Погибших Я так Думаю Людей В те Годы Которые Били За наш С вами Независимость Свободу И Чтоб Мы С вами Жили Люди Ходят На меня Смотрят Улыбаются Наверное Никогда Блогер Не видел Пойдемте Наверное Дальше Друзья Я его Катаги Только Можно Почесал Не буду Пошли Чесал Только В одном Место Наверное Поэтому Приезжайте Сделайте Селфи Не забывайте Подписываться На мой Канал Ставить Лайки Комментарии Копия Имя Вачка Тоже Вам На канал Джека Подписываться Также Рассказывать Про канал Своим Друзьям Чтобы Они Тоже Подписывались Ставить Лайки Ну Дизлайки Тоже Я уже Повторюсь Не раз Можете Тоже Ставить Мне Мне Там Может Не только Мне На другие Каналы Нагадить Там Ну Наверное Лучше Ставьте Такие Жирные Лайки Подписывайтесь И Кстати Внизу Под Видео Будет К Описанию К Ролику Указаны Адреса Моих Избойных Кошельков И Номера Моих Кар Туда Можно Отправить Какую-то Сумму На поддержание Моего Канала Для развития Скажем так Больше Как для развития Что я поездил Поснимал Для вас Побольше Если вам Конечно Интересно Смотреть Мои Видеоролики Вот А кому Неинтересно Ну Я думаю Есть Много Других Блогеров Кто Намного Интереснее Рассказывает Качественнее Снимает А у У меня Пока Что Так Поэтому Не забываем Ставить Лайки Комментарии Подписывайтесь